Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen! Сегодня 21 декабря 2021 года. Вы находитесь на хорошем, дружеском, теплом, ламповом, трушном, интересном, познавательном канале имени меня. У меня есть еще тут парочка каналов, которые один называется программист читает библию, конечно же. Другой называется карьера в информационных технологиях. Вот, и еще у меня сегодня гость, как вы видите на руках. Зовут его Семен Семенович, Семка Дрыхнет. Сегодня он захотел ко мне на руки, поэтому извините, подкаст будет, по крайней мере, в начале, пока он спит. Мы не можем тревожить сон Семкин, поэтому я немножко чуть дальше от микрофона, как вы, наверное, заметили. Тем не менее, давайте начнем с комментариев по комментариям. Вы, наверное, заметили, кстати, что картинка изменилась. Кто-то писал, почему вы изменили ракурс съемки, а я не должен его изменять. В данном случае ракурс съемки изменился, потому что я вернулся во Флориду. Не прошло и пару дней, как моя черная машинка перенесла меня из Нью-Йорка во Флориду. В основном вел я, но моя жена иногда меня заменяла. И таким образом все это и происходило. Да, давайте начнем с комментариев по комментариям, как обычно. Как обычно. Абрам Эсэй пишет. Добрый день, Яков. Вопрос также и к другим гостям канала, то есть к вам, дорогие товарищи. Почему Украина не готовится к войне? Должны быть тренировки гражданской обороны, переводы сребителей, маскировка и так далее. И Абрам Эсэй, я думаю, вы должны написать заявление в штаб армии Украины. Судя по тому, у вас неплохие знания, и я думаю, что ваш опыт пригодится украинским военным. Елена пишет. То, что написала Елена, меня как бы мягко говоря удивило. То есть у меня брови так слегка даже поднялись. Давайте прочитаем эту короткую фразу. Яков, пишет Елена, я еще и крестником вышивать умею. Это пугает. Я понимаю, что крестник – это может быть маленький мальчик. Он совсем небольшой, но вышивать крестником я еще пока никогда не слышал. Но может быть, какие-то крупные вязаные изделия, рыболовные сети, которыми ходить на акул, к примеру. Крестника вообще жалко. Вам не жалко, Елена, крестником вышивать? Идем дальше. Вот кто-то пишет про свою задницу, которая покупает Райфл. Да, я помню. Вернее, я забыл упомянуть одну из тех фирм Супер Райфл. Это одна из самых дешевых компаний. Здесь у нас за 20 долларов вы их купите везде. Они как бы более для рабочих. Хотя были хорошие штаны, я помню. Виталий спрашивает, а прям легально было шить штаны и в открытую поменять их на рубли? А почему же нет? Почему же нет? Я не понимаю. Вы сейчас можете что-нибудь пошить и кому-то продать? Если кто-то хочет купить, продавайте, пожалуйста. Я не помню, честно говоря, никаких ограничений. У меня ведь не был цех по пошиву джинсов незаконных. У меня не работали наемные люди. Я себе сам шил. Крестником, как говорится, как сказала нам Елена. Но это был не мой бизнес, как бы как бизнес. Это был такой мини-мини бизнес. Но никто меня не тревожил, честно. Хотя покупали у нас на заводе люди, там все наши знакомые. Но мы никому никогда не продавали слева. Так, вот Илья Афанасьев наконец признался. Шалом Яков, будучи студентом и восприятелем, торговал американскими фирменными шмотками. То есть Илья Афанасьев был фарцовщиком. Надо называть вещи своими именами. Да, Сёма? Был фарцовщиком Илья. Ну да ладно, кто не был. Были утюгами. Это опять какое-то ласковое название, наверное. Вы тоже были теплый, но утюг. Я теплый ламповый, а вы теплый утюг. Это было в начале 90-х и так далее. Прочитайте сами. Какой-то водитель из Германии ему сказал, что ты, чувак, богатый, джинсы у тебя есть. Те, кто жили в Советском Союзе, конечно же, не считались богатыми. Но это было круто, как сейчас Айфон, наверное. Правильно пишет. Яков Айс Смит пишет. Яков предлагает вам, Марику, историю про демократов в Калифорнии. Вы некоторое время задавали назад интервью Михаилу Портнову. Он довольно известный блогер. Хорошо. Дальше. Да, это было. Зная любовь Портнова к демократам, его гнев. Он начал гневаться Портновом. Разгоняется гневным роликом в адрес местных аэропортических властей. После этого я в шутку в комментарии советовал ему продолжать голосовать за демократа. Его реакция на комментарии была в точности такой, как вы рассказывали. Портнов назвал меня фашистом. Это удивительно. Вернее, нет. Как вам это нравится? Мне это не нравится, если честно. Я не знаю, фашист вы или нет. Но я не буду говорить о Портнове, потому как это неэтично. Но я вам скажу о демократах. Если он действительно демократ, то у демократа есть одна фича. Одна фича. Они боятся дебатов. Они не вступают в споры с человеком, который мог бы им ответить. Они просто ругают. Это никак не связано с Портновым. Я его не знаю совершенно. Но это, наверное, в генах. Более того, я вам хочу сказать, что я знаю одного человека. Не знаю, а вернее, я его слушаю, подкасты читаю. Который зовут Дэнис Преггер. Он консервативный человек. Образованный, умный и так далее. Он мне нравится. Он выступает с лекциями. У него радиошоу очень много лет. Синдикейт. Что называется на многих станциях. И вот он уже не раз предлагал деньги. Он предлагал 20 тысяч долларов. За любому лидеру демократов, который захочет с ним вступить в спор. Вернее, не в спор, а в дискуссию. Он говорит, я даю 20 тысяч долларов. Назовите место. Я туда приеду. И мы с вами запишем дискуссию. О всех ваших ценностях, которые у вас есть. Никто не соглашается. Левые не вступают в дискуссии. Левые ругают. Вот если вы назвали вас фашистом. Это четко по методичке левых. Четко по методичке. С вами не надо спорить. Вас надо обозвать. А дальше, как Жванецкий говорил. О чем может спорить человек с таким носом. Или хромой, если ему сказать. Или лысый. Да? Если ему сказать, что он лысый. Он сразу типа, я не помню дословно. Ну, короче, пусть сначала нос исправит, вырастет волос, а потом поговорит. Это говорят левые. Поэтому не удивляйтесь. Тут все, как говорится, идет. Все нормально. Все точно. Яков пишет. Алексей Александр Гусев. Спасибо за ваше видео. Особенно за чтение Библии. Очень нравится. Вы знаете, мне тоже нравится. Я читаю Библию как очень интересную книгу, которая описывает очень много жизненных ситуаций. Ну, по крайней мере, это происходит в книге «Дженесис». И я себе поставил задачу закончить книгу «Дженесис». Это первая книга Ветхого Завета. Или пятикнижия, скажем так, Торы. А потом я буду читать исход, вторая книга. «Эксидес». Я не знаю, буду ли я продолжать записывать дальше. Но пока мне нравится. Потому что это дает пищу для ума. И если кто-то из вас думает, вот он ударился в религию, вот он читает Библию. Вы не понимаете того счастья, которое я вам предлагаю. Ведь многие из вас пытались взять в руки Библию и откладывали сразу, потому что какой-то там странный язык церковно-славянский. И вы их понимали, что это не для меня, я вообще не для гриозной, зачем ее читать. Но это можно смотреть по-другому, чтобы быть более образованным и эрудированным. Почему не прочесть книгу, которая изменила, наверное, жизни самого большого количества людей? Почему нет? Откройтесь, пацаны, девчонки. Там вас... Вы, наверное, боитесь, что вы начнете читать Библию. Вас осудят соседи, родственники. И близлежащие девушки. Ну, покажите, что вы мужчина. Да, да. Так вот, с Библии Александр легко переходит на вопрос такой. Такой вопрос. Сколько стоят джинсы в США? У нас в Украине алигеральный Levi's или Wrangler стоят почти 100 долларов. Во-первых, это разные категории. Wrangler, или, как у вас говорят, Wrangler, должны стоить намного дешевле. А во-вторых, если вы хотите знать, сколько стоит Levi's у нас, надо идти на сайт. Surprise, surprise. Levi's.com Давайте, кстати, я вам заодно расскажу, что я узнал совсем недавно. Я всегда носил брюки, джинсы такие, straight, прямые. Иногда они называются bootcut. Это немножко другие, но тоже они так более-менее широкие. Не bells, button. Хотя у меня есть такие, пацаны, вы не поверите. Я недавно на Амазоне нашел, купил расклешенные джинсы. Есть у меня, называется bells, button. Они так назывались тогда. Bell – это, знаете, как колокол, то есть внизу такое широкое, широкие круглые отверстия. Я купил себе и ношу их. Мне они нравятся. Но вообще, для покупки, когда я пошел искать джинсы, я решил искать прямые. Ну, типа, как бы я уже в возрасте, зачем мне вот эти обтягивающие? Оказывается, я не все знал. Есть разные понятия. Есть slim jeans, а есть skinny jeans. Slim – это худой, skinny – это вообще очень худой. Но оказывается, что если skinny я, конечно, носить не буду, они прямо уже тут как чуть ли не как чулки ниже колена натягиваются, то slim как раз таки нормально. Они тут чуть-чуть уже, но зато верхняя часть ноги и задница там ничего не висит, никакие мешки не висят. Да, ну давайте возьмем какие-нибудь… Давайте попросим, поищем 501. 501 – это самая популярная модель Levi's. Мэн, она хочет, чтобы я регистрировался, я не хочу там регистрироваться, для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Ну, какие годы? Ну, вот, посмотрите. 505 модель. 39,99 на сейле у них сейчас. А вообще 59. Это модель какая? 501 – вот она, вот эти самые популярные. Это 34. Она меняется от чего-то там. Ну, максимум 69 долларов. И так далее. Цены примерно вот такие есть у нас. Вот какие-то есть 89 долларов, какие-то, видно, самые модные будут дороже, 98, у них есть кастом. То есть можно выбрать модель и все узнать. Так, ответили на это. Дальше идем. Дальше идем. Вот, помню, как мне хотелось… Ирина пишет. Помню, помню, как мне хотелось джинсы именно после того, как я примерила Монтану. Да, Монтану были крутые джинсы, но отец сказал, что 250 – это его зарплата, у вас отец, наверное, был каким-то ученым или профессором, или товароведом, или замдиректора. Может быть, чего-то. Такая большая зарплата – 250 рублей. Инженеры получали 120. Признавайтесь, кем был ваш отец. Да, он сказал, что это его зарплата, и никакие штаны стоить столько не могут. А вы еще были в 10 классе, поэтому мои первые джинсы были сшиты инженером. Ну вот, видите, может быть, даже и мной. А вы просто этого не знали. Вот, сносилось до дыр. Да, хорошо, Калифорнию жалко. Достались джинсы от отца братом фирмы Монтану. Я вам скажу, это были джинсы. Я вам тоже скажу, были джинсы. Так, что еще? Бокал красного за портный. Хорошо, правильно. Вот человек пишет, Игорь, джинсы Монтану есть на eBay за 63 доллара, доставка из Краснодара. Это меня насмешило, конечно. Я тут же пошел на eBay, думаю, неужели еще шьют джинсы Монтану? Да, вы будете смеяться, есть джинсы Монтану. Но обратите внимание, откуда их шлют? From Russian Federation. Вот опять Монтану. Откуда шлют? From Russian Federation. Из Российской Федерации шлют. Я думаю, ну блин, что это происходит? Наверняка, думаю, левые штаны, которые клепают где-то в Российской Федерации. Я нажимаю на конкретного продавца, 59 доллара. Откуда идет отправка? Придет она к нам между 31 января и 14 февраля. Да, из Краснодара. Из Краснодара. Я думаю, ну блин, что это такое? Давайте я сделаю ресерч больше. Я навожу вот на эту лейбу. Я помню такую лейбу. Монтана, вот этот. И я вижу веб-сайт посередине. Видите, вот этот веб-сайт? www.montanahamburg.de Я пошел на этот сайт. Вы будете смеяться. Это жалкое подобие левой руки, я вам скажу. Это не сайт. И это не джинсы. Там какие-то три товара написано. Это просто левая какая-то лажа. Я не знаю, может быть, раньше и был такой. Ну, подумайте. Сколько сегодня при расцвете принтеров, печатной промышленности, сколько надо, чтобы сделать такую лейбу? Это детские лепетные лужаки. Короче, в Краснодаре ребята научились шить эти фирмы. Сняли аккуратно. Я вас с этим поздравляю. Если кто-то из вас когда-либо покупал краснодарские джинсы Montano, дайте знать, насколько они были хороши или даже не очень. Что еще вам сказать? Все шили, видите, все признаются. Пишет Евгений. Я много раз слышал, что на Кубе хорошая медицина. При этом там нет никаких фармацевтических компаний с сильным лобби. Вот это начало. Начало читаем, ребята. Я много раз слышал. Евгений, у меня к вам вопрос. Вы умеете пользоваться интернетом? Гуглом, Яндексом. Выберите любой поисковик. Зачем вы мне говорите? Я много раз слышал. Дайте пример. Скажите, откуда вы это взяли? Они вообще... Есть мнение. Так, семка загорелся мне под мышку. Не хочет рифнуть. Вот так. Эй. Есть мнение. У меня ушло, я вам скажу, две секунды ровно, чтобы посмотреть на Healthcare in Cuba. Здравоохранение на Кубе. И вот тут написано, что на Кубе правительство всем этим ведает, и нет частных госпиталей или клиник. Все все правится, или, как сказать, контролируется, строится государственным кубом. А теперь давайте включим логику. Мощнейшую аналитическую логику, аналитический аппарат. Если страна очень бедная, настолько бедная, что одна из самых бедных в мире, и правительство владеет и организовывает все заведения. Не важно, даже это здравоохранение, или это химчистки, или это я не знаю, что, если бедная страна и бедное правительство организуют больницы, поликлиники и так далее. Как вы считаете, может ли там быть хорошая медицина? Там могут быть энтузиасты, отдельно взятые единичные врачи. Но этим врачам нужны офисы, нужны сиделки, больного надо выходить, больному надо сделать операцию, надо сделать операционную, надо завести оборудование. Где эти деньги? Почему, зачем вы пишете, не думая. Каждый из вас пишет в комментариях, прежде чем писать, задать себе вопрос, есть ли где-то информация о том, что я хочу сказать, или нет. Ну, это же так просто, я даже не буду дальше читать. Даже не хочу читать дальше. Можно было бы озвучить марку и цены джинсов, которые я купил. Не зачем это делать, потому что я купил ее, это небольшая совершенно фирма, пошиты они в Италии, они дорогие, поэтому я не думаю, что вы ее вообще даже найдете, если вам дарить. Это не какие-то там, вывайс, шмывайс, нет, это просто какая-то небольшая фирма. Мне понравились, я купил. Так, опять все вот это про джинсы. Пишет Аркадий Старостенко. Добрый день, Яков. Скажите, пожалуйста, в какой категории денежных пожертвований на создание статуи ответственности на западном побережье вы хотели бы себя видеть? Ни в какой 100 долларов, 1000 долларов, 10 тысяч долларов. Сколько я хотел бы дать на эту статую? Отвечаю сразу. Зеро, ноль. Ни копейки. Почему я должен давать на статуи? Я даже не знаю, что это за статуя ответственности. Что это за пирамида МММ? Не знаю, знать не хочу. Если кому-то нужна статуя, есть два варианта. Первый вариант, у нас есть правительство. Если эта статуя настолько важна, правительство может выделить деньги. И напечатать еще чуть-чуть на статую ответственности. Или статую. Как надо это говорить? Статуя, наверное. Даже монумент. Или это должна быть частная организация. Частная, благотворительная, какой-то foundation, не знаю что. Какое ко мне это имеет отношение? Статуя ответственности. Статуя, извините. Ответственность. Что она? Она скажет, что люди должны быть ответственными. Или я стану более ответственным. Или ответственность в стране вырастет. Ни одной копейки, ни на одну статую я не дам. Есть одно исключение. Если где-то по соседству какая-нибудь синагога решит построить какой-нибудь мемориал жертвам Холокоста, туда я, наверное, отправлю деньги. Больше вариантов нет никаких, вообще ни одного. Хотите статую строить? Я приду, даже сфоткаю и поставлю на Facebook или Instagram. Ну, я думаю, хватит отвечать на ваши вопросики. Давайте-ка немножко поговорим про наши делишки. Про наши делишки. Но для начала я бы хотел, чтобы вы проинжоили опять рождественскую музычку. И давайте-ка мы включим вот эту штучку. У меня не получилось почему-то включить ее. Где звук, пацаны? Звука нет. Почему? Ну, не знаю. Могу быть. Вот так. Ну, куда? Нет, не знаю почему. Куда-то пошел звук, не туда? А, вот, вот звук выключен. Вот так. Вот такая песенка. Ну как, вы уже перешли в благодушное состояние. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Мы желаем вам веселого Рождества и счастливого года. Это я вам тоже желаю. От всей души. Ну, а теперь давайте посмотрим какие-то новостишки, которые привлекли мое внимание. Конечно, конечно, что происходит с Россией и Украиной. Они сказали одну фразу. Я сейчас попытаюсь ее найти, если я смогу. Но в этой фразе мне кое-что очень не понравилось. Они сказали, что администрация Байдена сказала, что они должны очень быстро принять, найти какие-то решения и санкции для России. Но самое плохое, что я там услышал, они сказали, что у нас есть для этого 4 недели. 4 недели, они сказали. Пытаюсь найти, что-то не вижу. 4 недели. О чем это говорит? А, вот я нашел. Нашел. Пацаны, хочу вам показать, чтобы вы не думали. CNN пишет. Все, что мы делали, очень рассчитанно. Это говорят официальные власти, официальные власти Америки. Но у нас только есть всего лишь 4 недели для того, чтобы это сделать, придумать эти санкции. О чем это говорит? Я не знаю. Мне не нравится эта фраза. Возможно, это говорит о том, что Путин с Байденом, когда разговаривали, они о чем-то договорились, они что-то знают. И мы этого не знаем. И, может быть, Байден договорился, что в течение 4 недель Путин ничего не будет предпринимать. Если взять 4 недели, это еще 3, то мы попадаем на 15 января. То есть, как раз после того, как все праздники в России закончились, каникулы закончились, старые Новые годы отгуляли, можно и вдарить. Так ли это, я не знаю, я не утверждаю. Но фраза 4 недели мне не нравится. Мне нравится. Кто-то пишет, писал в комментариях, ну зачем России это надо? России это не надо. Это надо руководителю России. Ему надо чувствовать себя мощным, крепким, имперским. Вот если взять, например, отдел какой-то. Вот вы росли, росли, вы были каким-то программистом жалким, а теперь вы стали руководителем отдела. И в вашем отделе аж 7 человек. Какое у вас главное желание? Какое самое такое важное сообщение вы можете сказать жене, придя в один день с работы? Что вы можете ей сказать? Меня продвинули, и я теперь начальник отдела, в котором 20 человек. Это же ваше главное счастье, правда? То же самое у руководителя бывшей империи. Он хочет империю обратно, он хочет, чтобы руководить огромным количеством страны. Я уже вам говорил не раз, что правительству авторитарных стран желания граждан этих стран не важны. Вообще никак не важны. У них есть свои цели политические, они к ним идут. В демократических странах они больше важны, хотя тоже мы видим, как можно нагнуть Америку. Что же у нас сейчас происходит? Ну, короче, не нравится мне это. И мне понравилось одно сравнение. Один человек там по радио слышал, он говорил, что на самом деле Россия не хочет и не планирует завоевать Украину. Но он привел аналогию, которая мне близка. Мне кажется, она похожа на истину. А именно, он сказал, представьте себе, как в фильмах, многих таких фильмах, захват заложника, бандит какой-то, и вот он захватил какую-то девушку, держит, там были какие-то гонки на крыше, и он держит у виска ее пистолет. И тут же выскакивает полицейский на эту же крышу, на него пистолет, на этого бандита, на этого бандита направляет. Бандит говорит, допустим, мне нужен там мешок денег и вертолет, чтобы я улетел в ближайшую страну. Например, что-то такое. И полицейский должен принять решение и, может быть, дать ему этот мешок денег, а может быть, наоборот, ему пудутся. Так вот, эта роль, мне кажется, очень, возможно, она очень похожа на то, что мы видим сейчас. А именно, Путин – это тот бандит, который держит пистолет у головы Украины. В роли девушки – это Украина. Полицейский – это Соединенные Штаты Америки и НАТО. Ну, собственно, США входит в НАТО. И вот этот человек, который нагнетает, данный случай Путин, который нагнетает напряженность очень сильно, он хочет что-то выторговать у Запада. Что он хочет выторговать, я очень непонятно, потому что ультиматум, который он сделал в прошлую пятницу, это на голову не налезет, как у нас говорят. Последний раз, мне кажется, ультиматум был, когда Советский Союз, когда Хрущев еще в 1958 году сделал ультиматум Западу всему на тему Берлина, чтобы все вывели оттуда из Берлина и так далее. И из-за этого потом, по-моему, появилась Берлинская стена. С тех пор никаких ультиматумов никогда Россия не делала никому. Ни Советский Союз, ни Россия. А этот ультиматум, понимаете? Возникает какое желание, вернее, не желание, а мысль, что же делать? Что же делать с Западом, который был безумным? Кстати, уже Байден сказал, вернее, его кто-то, представитель с его администрацией, реакция будет не такой, как в 2014 году, она намного сильнее, он предупредил. Опять же, не знаю, что это будет, что это за такие суперсанкции, не знаю. Но какие варианты? Один вариант, который сразу напрашивается в голову, давай наденем Украине оружие. Для Америки это piece of cake, это бирюльки. Легко. Причем не защитное, а наступательное. Потому что, когда у слабого есть оружие, а Украина это слабая девушка в этом случае, то все меняется. Я это видел сто раз. Буквально 3-4 дня назад, я смотрю в новостях, показывают, Семен, показывают ограбление в каком-то магазине, маленькая лавочка, и там заходят двое. Это не лавочка прямо, но маленький магазинчик продуктовый или что-то там такое. Это частный магазинчик. И заходит один, сначала подходит к кассе и начинает ее выхватывать с прилавка. А там стояла женщина, хозяйка этого магазина. А тут второй подлетает сзади бандит. А с этой женщиной работал ее сын, 14-летний мальчик. Он выхватывает пистолет, видно, у него был под прилавком, и это наверняка разрешено, особенно в районах, где плохие. В частных лавочках есть оружие. Он выхватывает его, и он стреляет в лицо бандиту. В лицо. Там кровь, конечно, этот бандит не сразу умер, он как-то убежал. То есть второй его помощник сразу смылся. Но это та же ситуация. Это та же ситуация. Бандит должен знать, что ему могут в лицо выстрелить. В этом плане, конечно, можно сказать, ну давайте дадим Украине оружие, и тогда все будет спокойно. Тогда наступит мир. Понимаете? Не для того, чтобы Украина нападала. Нет. Наступит мир. Но с другой стороны, если так сделать, тогда у России козырная карта. Россия скажет, ага, вы вооружаете наших соседей с тем, чтобы они на нас напали, тогда мы нападем. Превентивный удар. То есть очень тонко. То есть я не знаю, что будет через четыре недели. Я не думаю, что Запад даст Украине наступать на оружие за эти четыре недели. Но я боюсь, что Россия может организовать какую-то провокацию внутри Украины. Скажем, убийство российского журналиста. Ну или еще что-нибудь такое. Не знаю. Им нужна причина, им нужен повод. Я не знаю, достаточно ли им будет того, что ультиматум их не был выполнен или был проигнорирован. А это будет так, конечно же. Потому что иначе, но это все хавайс. Если Путин будет диктовать Западу ультиматумы, и Запад будет их принимать, ну тогда все, тогда надо объявить весь глобус России и все. И всем остальным налить кофейку и enjoy телевизор. Я еще раз повторяю, в двухсотый раз. Я не политический обозреватель. У меня нет достаточного образования. Говорю то, что думаю. Но что я точно хочу подчеркнуть, что в этом конфликте я был все эти годы и продолжаю оставаться на стороне Украины. Я за Украину. Я хочу, чтобы у них там был мир, и чтобы на них никто не нападал. У них проблемы, у них русский язык негосударственный, у них заставляют говорить по-украински на улицах города или в заведениях, или когда пишутся официальные бумаги. I don't care. Пусть они хоть заставляют на иврите разговаривать все у украинцы. Это их дело. Украина – это суверенное государство. А если, конечно, так не считать, тогда все с ног на голову. Ну, вот такая темка была, не очень легкая. Ну и напоследок я хочу сегодня вам сказать одну вещицу. У нас тут есть один дядя, представитель демократической партии, Джо Менчин. Вот этот дядя стоит насмерть. Значит, Байден хочет протолкнуть проект, дорогущий, в то время как у нас инфляция, долг 29 триллионов в Америке. И обычно все демократы становятся по стойке смирно, когда начальник им указывает. Они не сомневаются, демократы. Левые не сомневаются. Они говорят «yes, sir» начальнику. И этот законопроект, который изначально они хотели, чтобы был на 3,5 миллиона, не миллиона, извините, триллиона долларов. Там это климат, это детские садики бесплатные. Опять же, чтобы и государство ранало их, как это сказать, давало. То есть контроль, контроль, контроль. Уничтожить промышленность, газ, нефть, под агидой, что все должно быть электрическое и так далее. 3,5 триллиона, а у нас уже 29. Они говорят «это вам ничего не будет стоить». Короче, республиканцы стали насмерть. Причем они хотят провести этот закон как budget reconciliation, как бы изменение бюджета. Тогда не нужно 60%, чтобы было «за». Достаточно простого большинства. 51 голос в сенате, а всего 100 человек. Если бы все демократы проголосовали за, плюс в этих ситуациях Камала Хэррис дала бы свой голос, было бы 51 в сторону демократа, и их бюджет прошел. Два демократических сенатора, ну, один из них главный, вот это Джо Мэнчин, который я вам только что показал. Посмотрите еще на него. Он этого заслужил. Он сказал «нет». Это бешеные деньги, и я на это пойти не могу. И с ним начали торговаться. А он стоит насмерть. То, что я говорю, был один, который не стрелял. Он сказал «нет, это очень дорого». Дорого-дорого. Они там как-то торговались. Байден с ним говорил сто раз. Просто сто раз пытался надавить. Вся машина демократической партии пыталась на него надавить. Что он типа продался, республиканцами и так далее. Он говорит «нет, это дорого, у нас нет на это денег». Он говорит «я представитель граждан Западной Вирджинии, штата. Что я им скажу, людям, которые за меня голосовали? Я не могу этого делать». И вот буквально в пятницу, по-моему, это было, он сказал «нет, я не буду этого делать». Уже они думали, что они его уломали. Нет, он стоит насмерть. А да, они уже там, уже снизили до 2,2 триллиона. Это тоже огромное слово. Он называл сначала полтора триллиона. Теперь он смотрит на это, говорит, что это нет, это обман. Обман в чем? Обман заключается в том, что обман заключается в том, что демократы пытаются быть слишком умными. Они говорят «это на 10 лет этот проект». И окей, ты не хочешь выделить там на 10 лет помощь семьям, чтобы дети получали просто чек каждый месяц. Или при налогах у них снимали там какую-то сумму. Tax credit. Тогда мы тут сделаем программу не на 10 лет, а на 3 года. Таким образом уменьшается цена. А он и все это понимает. Через 3 года, если эта программа уже будет, ее сделают extension. Если уже расширение, продолжение. Если уже подсадят людей на эту иглу, что правительство дает бесплатные деньги, потом попробуй забери. Короче, нет, нет и нет. И он сказал «нет». И что получается? Что он, человек, который там в округе, по-моему, за него голосовали 290 тысяч человек. То есть его одно мнение решает, переворачивает политику президента. Понимаете? То есть демократия все-таки работает. Вы скажете, как так? Что же это за демократия, если один человек может все порешать? А он не один. Добавьте 50 республиканцев, которые все против этого, очевидно, непокарманного проекта. Так что сегодня вечерочком выпиваем бокальчик красного или белого за Джо Мэншина, стойкий ленинец, левый демократ. Молодец! Будьте здоровы, благополучны и enjoy your life. Давайте я вам напоследок Семку. Все-таки Сема, ну что ты вдрыхнешь? Стихный подкаст спал. Вот он, красавчик. Да. Все.